Вы меня приглашаете с сохранением прав и свобод? Маску оденьте. Маску оденьте. Маску санитарную оденьте. Я ее надел на персону. То есть между мной и творцом нет посредников. Судья убежала. Ну шикарно, ты такие вещи делаешь, я вообще с тебя офигеваю. Маску на пенсионное удостоверение надел. Чтобы приставы тебя отпустили, передали полицейским, полицейские тебя отпустили. Вообще какой-то везунчик-то. Нет смысла пересылать. Они, скорее всего, все, что важное, все вырезали. Ну. Ну, что, ну, вот я тебе еще раз говорю, надо свое все писать. Видео же нет, как оно сбежало? Видео нету, да. Ну и все. Служебный подлог. Это называется каноны позитивного права. За исключением божественной личности, все личности являются временными и основываются на временных трассах. А как этот черный мальчик убегает? Видно? Задай этот вопрос самому ютубу. Ну, до них дошло что-то такое персону, а что такое животное? Нет, нет, дошло. Дайте хоть документ посмотреть, вы это или не вы. Ты говоришь, ну, нате, убедитесь, что это я. Надо было сказать, это не я, это вы, это бумага. А я-то вот он перед вами стоит. Это что, чистосердичное признание, что ли, в совершении преступления? Что, есть такие, которые подписывают? Так ты эти бумаги в ход пустил? Зачем в суд? В прокуратуру сообщение о совершенном преступлении? Да что в суд? В суд посмотрит, скажет, ну, бумажка и что? Распространяется на граждан. А я не гражданин, я мужчина живой. Я похож на гражданина? Нет. Я никогда не был и не являюсь гражданином. А вот эта бумага под названием паспорт и есть гражданин. У этой бумаги есть гражданство. Вот я на нее и одел эту маску. Логично? Логично. Неоспоримо. Никак. На меня посмотрите. Я похож на физическое лицо? Или я похож на мужчину? Собирает, отбирает ДНК материал у всех. Даешь им паспорт, говоришь, вот, попробуйте вот у нее забрать ДНК. И чем быстрее они начнут соображать, что они не физлицы, тем лучше для них. Так там 10 вертолетов прилетят, отцепят все вокруг. Принудительно все сделают и влетят. Живите дальше в своем лесу. Чипированные, вакцинированные, в масках. Антон, привет. Привет. Я Александр, я тебе звонил, когда от меня судья убежал с маски. Я убивал на пенсионер. В общем, они протянули все сроки. Сегодня я уже, ну, сам поехал. Взял у них аудиопротокол. Ну. Ну, это секретарша мне дала. И сначала аудиопротокол вынесла, а потом говорит, подождите, я вам это, еще одну бумажку принесу. Ну, я подождал, она вынесла решение суда. В общем, на аудиопротоколе вообще ничего, ну, плохо. Звук плохой вообще. В общем, ну, разобрать-то можно, что судебное заседание прошло по ходатайству ИСА в его отсутствии. А ты что, ходатайствовал? Да ты что? Ну, если я сам ходил, как я ходатайствовал? А, ну, а ты с материалами дела ознакомился? Ну, меня эти сапки там не пустили. В суд какие? Ну, пристава. Там до скандала. У меня, как нет паспорта, мы тебя не пустим. Секретарша выходила ко мне, ну, туда, за решетку, где вот рамка за рамку, короче, кол. Вот принесла аудиопротокол и это. То есть, ну. А что, материалы дела не вынесла? Я занята, у меня сейчас начнется судебный процесс. Вот видишь? Ну, короче, это, не удалось ознакомиться, да? Нет, нет, нет. Но аудио есть. Ну, аудио есть, да. Ну, там три файла я не мог открыть, они, видно, остались у них на компьютере. И там около 12 файлов, и они все, ну, как повторяются. Наверное, три-то как основные, и они все это, ну, как чередуются. И три файла они не открываются там, ну, вот на компьютере выходит, что они остались на... Подожди, подожди, ты мне, зачем вот эту всю лишнюю информацию, ты коротко скажи, что дальше? Получил ты аудио, дальше что? Все, я ее прослушал, ну, я сегодня получил. Ну, с материалами дела-то ты не ознакомился? Ну, нет, конечно. А какая цель была получить аудиопротокол, я забыл уже. Ну, вот, чтобы узнать, есть там, где она от меня убегала, ну, самое начало, этого ничего нету. И то, что она это, говорит-то, что началось в отсутствии и сапах. Короче, обрезанный вариант. Да-да-да. Все ясно. Ну, нету смысла пересылать. Они, скорее всего, все, что важное, все вырезали. Ну. Ну, что, ну, вот я тебе еще раз говорю, надо свое все писать. Не, у меня есть начало, ну, видео, вот как я заходил. Что, 9 секунд? Не, не 9 секунд тут у меня, ну, как я сидел еще в коридоре. Да, как я что-то там в коридоре делал. Нет, перед заседанием, когда они меня приглашали, заходите, заходите, я говорю, без, это, управляющего я не зайду. Ну, видео же нет, как она сбежала. Видео нету, да. Ну, и все. Ясно, короче. Нет, это. С материалами дела обязательно ознакомься. И советую, решение какое? Не в твою пользу же? Нет, конечно. Обжалуй, потому что она, это, если она говорит, что, типа, по ходатайству, что, это, в твоем отсутствии рассмотреть. То есть, они врут. То есть, тебе нужно ознакомиться обязательно с материалами дела и обжаловать. Если не получится ознакомиться, дай-ка пиши, что нарушено право на защиту, не ознакомили с материалами дела. А если ознакомят, то пиши, что это служебный подлог, что это, ходатайства от меня не было, рассмотрение без, это, в отсутствии. Ну да. Ясно? Понял, понял. Ага, все. Что, еще вопросы есть? Да нет, все, спасибо тебе. Ага, давай, давай, благодарю тебе. Здравствуй, Антон. Привет. У меня такой вопрос к тебе. Видя там, разбор полетов в суде по теме живых, ты ссылаешься на коны. Не тормози, говори быстрее. Что за кон? На коны. Ну, ссылаешься на кононы. Ниши лица такие, вот. Я везде искал, не мог найти такую выдержку. Где ты ее взял? Ну, хотелось бы ее полностью прочитать там. Или главы, или что. А, не знаю, прям фразу эту набей в интернете, поищи, Google-то по-любому покажет. Ну, я все, каналы позитивные, нет, не мог найти. Позитивное право все переглядел, пересмотрел. Там, естественно, я ничего не нашел. Так, я не помню уже, где я нашел. Ну, вот тут или глава, или что, четвертое римскими указано. Ниши лица, такие, как юридические лица, известные, как лица, имеющие статус юридического лица, замещающие лица, погашаются при осуществлении своих. Ну, я и набирал, и текст, и это ничего не выдает. И в позитивном, и в этих, естественно, я право смотрел, мне не мог найти. Мне интересно... Скажи, у тебя сейчас перед глазами эта фраза? Да. Говори как-то дословно написано. Низшие лица, такие, как юридические лица, известные также, как лица, имеющие статус юридического лица, и замещающие лица, погашаются при осуществлении своих целей и намерений, или при выявлении фактов, мошенничество, или при существенном нарушении соглашения, или при представлении лица, обладающего более высоким статусом и властью. Ну да, нет такого. Ну, я говорю, я все обыскал, ничего не нашел. А у тебя, главное, там, ну, или глава, или часть, или, ну, обознательно римской четверкой. Так. Это называется «Каноны позитивного права». Ну, у меня все каноны есть. Я смотрел, там не нашел такого. Часть вторая, глава четыре. Глава четыре? Сейчас тебе даже канон скажу. А номер канона тогда? Пятнадцать, ну, пятнадцать ноль семь. Сейчас, минутку. Так. Пятнадцать ноль семь. Второй элемент действующей карты называется постановлением или декретом. Это может быть серия статей, или, если это один большой лист бумаги, или несколько страниц статей, или действующий у штаб определен на нескольких страницах. Нет, это не то. Канон пятнадцать ноль семь начинается так. За исключением божественной личности, все личности являются временными и основываются на временных трастах. Так, это позитивное право. Да ё-моё. Ещё раз говорю. Каноны позитивного права. Вторая часть. Ладно. Всё. Благодарствую. Найди им самостоятельно, потому что тот источник, который есть у меня, мне его запретили другим людям давать. Ну, я понял. Угу. Вот у меня, который есть, в нём нету. Ладно, сейчас посмотрю. Давай. Благодарю. Далее. Привет, Антон. Здорово. Я тебе звонил там седьмого, по-моему, седьмого декабря, как раз перед судом. Я был как истец, я был представителем, мне стало так говорить. Ну и в общем это, там от меня судья убегала. Ну ты рассказывал это. Ну, ну, вот, там у меня программка на телефоне стояла, ну, скрытое видео. Да. Я её удалился, ну и стал телефон очищать, думаю, памятник вся забита. И у меня весь судебный процесс, там как-то лицаев вызывали на меня. В общем, это всё заснялось. И разговор с... А как этот, чёрная мантия убегает, видно? Ну, не видно. Телефон я положил, ну, я остался один, когда в зале это судебного заседания. Ну, я говорю там это, что судья убежала. Ну, всё это по тексту. Ну, что-то есть это стоящее посмотреть или нет? Я не знаю, что для тебя стоящее. Ну, я могу тебе скинуть, но надо только куда. Куда-куда? Посмотреть там, выберешь. На YouTube загрузи и ссылка мне пришли. Ну, это для меня, скажем, сложно. Я ни разу не загружал. Учись, пригодится в жизни в будущем. Я могу, ну, ВКонтакт сбросить. Нет, только не ВКонтакт. Из ВКонтакта потом невозможно вытащить. Понятно. Мне хотя бы, это, как сбросить, примерно расскажи, я, может, сбросу. Задай этот вопрос самому YouTube. В YouTube набери, как загрузить видео на YouTube. И тебе ссылку потом скинуть, да? Да. Всё, понял. А ссылку куда тебе скинуть-то? Так куда угодно, да. Нет. В мессенджерах где-нибудь. ВКонтакте там, неважно уже где там. Телеграм. Ватсап, Вибер. Чё, не знаешь, как скидывать ссылки, что ли? Нет, это я знаю, как ссылки скидывать. Ну, а чё спрашиваешь? Чё, понял? Угу. Ладно, сейчас попробую. Давай, жду. Глядя. Привет. Привет. Ну, чё, посмотрел? А, да-да-да-да. Ну, в общем, чё ты написал там, значит, воде у меня не возили, протокол не составляли. Так. Чё я это? На улице чем разговор закончился? Ну, поговорили, и я пошёл на остановку, а они поехали. Ну, до них дошло, что до оперсона, а что-то к живой? Нет, не дошло. Нет, бобёжка-то это, ну, медицинский. Я посмотрел, ты там зря начал пояснять дату рождения, там, отчество. Ну, да, я вот потом это, думаю, ну, я 15-го, считай, получил протокол, и мне надо было идти нести апелляцию, и это и жалобу на судью. Ну, надо было снимать, и я хотел телефон-то почистить в памяти, потому что всё забито, блядь, думаю, как так? Эту программку-то удалил, которая скрытое видео, а потом раз смотрю, как у меня это видео, я вот, ничего себе. Хорошо думаю, как она сработала. А мне её одно, кто скинул, говорит, что она это, ну, ты сам где-то, может, что-то нажал. Я говорю, да я ничего не нажимал. Ну, у тебя всё равно там обрывается в видеозаписях. Ну, это в конце. Почему он обрывается-то? Нет, в конце, я не знаю почему. Она оборвалась, а потом я дома-то смотрел, там ещё второе, но я остановку, и оно там 40 минут снимало. Там второй файл должен быть, продолжение? Нет, там вот именно отключилось, и я на остановку шёл, вот дорогу всё снимал. Я не думал даже, в кармане как телефон, там всё, темнота, и шаги только. Ну, и машины слышно, и всё. И потом уже в автобусе ехал. Ну, короче, ты там, это, первое, что ты назвал, там ты начал, ты имя, отчество назвал, сам себя именем, отчеством признал. А потом... Да, я говорю, ошибок-то тоже много, накосячил. Ну, всё равно я за день, считай, ночью тебе звонил, на второй день это пошло, ну, я думаю... И когда ты вышел на улицу, тебе говорят, дайте хоть документ посмотреть, вы это или не вы, ты говоришь, ну, нате, убедитесь, что это я. Не, он у меня в руках был, я им открыл просто. Ну, надо было сказать, это не я, это бумага, а я-то, вот он, перед вами стою. Ну, да. Ну, самое главное, что отпустили. Нет, это не было ничего, я, у меня там, типа, охранной грамоты тоже, мы одного-то, не одного, а двоих-то поймали. Они нам подписали там, что они нарушили Конституцию и закон. Это 286-й, 207-й, там, ну, в этой бумажке, вот, я не покажу. Подожди, кого поймали? Ну, милиционеров, ну, полицаев. Суду поймали. Ну, они нам подписали вот такую бумагу, что они нарушили 286-ю, статью уголовную, превышение должностных полномочий. Ого, это что, чистосердичное признание, что ли, в совершении преступления? Да-да. Что, есть такие, которые подписывают? Ну, вот эти игры двое подписали. Прикольно. Вышли образец, я к видео приложу. Те с подписями? Нет, образец вы пришли. Да, образец, ну, я могу и с подписями. Ну, вон, сегодня покажем видео, замажу там персональные данные. Ну, ладно, я это. Ну, я сброшу ВКонтакте. Добро-добро. Они нас три часа держали. Он говорит, подписывай протокол, я говорю, вот ты мне мою бумагу подпишешь, и я тебе протокол поспишу. Что, он подписал? Да. Он бегал три раза, советовался там, подписывать, не подписывать. Потом приходит. Ладно, давай, там, второму еще, говорит. Ну, тот старлей, а этот капитан, который мне подписан. Ладно, подписывай. И подписали оба. Так ты эти бумаги в ход пустил? Нет, еще я там по этой, по 435-й гражданского кодекса, ну, оферта, написал претензию. Оферты, оферты, а вот этот уголовный кодекс в прокуратуру? Нет, я в суд отправил. Зачем в суд? В прокуратуру сообщение о совершенном преступлении. Чистосердечное признание прилагается. Ну, можно и туда. Ну, они 29-го, он отдал этот протокол, как суд назначен. У меня. Там у женщины, мы вдвоем с женщиной были. Ты не понимаешь, подожди, не перебивай. Ты пишешь сообщение о совершенном преступлении с чистосердечным признанием, что они сфабриковали, ну, они там сами признаются, что они принесли должностные полномочия и, получается, сфабриковали этот протокол. И, соответственно, это сообщение, ну, желательно, можешь электронно отправить в прокуратуру. Тебе выдадится этот айдишник, и ты потом это же сообщение о совершенном преступлении распечатываешь и отправляешь в суд, что в отношении данных лиц ведется следственное мероприятие. Поэтому требую перед... Ну, хочу, чтобы заседание было не перенесено на более поздний срок до результатов расследования. Ясно? Угу. То есть к действиям данных лиц следует относиться критически, потому что они находятся под следствием, под проверкой. Ясно? Понял, понял. Используй бумаги. Чего ты их наклепал, получил роспись, а воспользоваться не можешь? Не, ну я в суд отправил эту бумажку. Да что в суд? В суд посмотреть, скажешь, ну бумажка и что? А вот если ты в прокуратуру отправишь, то там и добьешься, чтобы на твое сообщение о совершенном преступлении, можешь еще ход конем сделать, позвонить в полицию или в это... Ну да, в полицию или... 112, короче. И сообщить о совершенном преступлении. Что тогда-то была получена бумага. Такие-то двое должностных лиц добровольно признались в совершении преступлений. Имеется две бумаги доказательства с их собственноручным добровольным признанием. Чистосердечным признанием. Да. И запишись за разговор этот. И это самое главное, что требую провести проверку в порядке УПК 144-145 и требую немедленно мне сообщить номер регистрации в книге учета совершенных преступлений. И тебе должны сообщить номер, потом приходишь в этот отдел полиции и требуешь выдать мне талон уведомления, как доказать то, что вы приняли к этому... зарегистрировали в книге учета совершенных преступлений данное сообщение и передали на проведение проверки в порядке УПК 144-145. Понятно. Ну шикарно, ты такие вещи делаешь. Я вообще с тебя офигеваю. Маску на пенсионное удостоверение надел. Вот эти документы тебе подписывают это чистосердечное признание. Так это не первый шуток. Первый шуток у меня был 3 июня. Там вообще меня без протокола обсудили. Я даже не знал. И потом это... Ну, поумнее стал. Так поумнее-то поумнее. Я многих умных знаю. Ну, чтоб так им везло, чтобы полицейские сами на себя что-то написали. Чтоб тебя... Чтоб кого-то выпустили из здания... Чтобы приставы тебя отпустили. Передали полицейским. Полицейские тебя отпустили. Ну, это вообще какой-то везунчик-то. Ну, может быть, да. Ну, так творец сзади стоит. Ну, вот видишь, как действует-то фраза. Ну, все равно она там меня насиловала сильно. Кто? Ну, судья. Насиловала? Ну, да, орала вон, что там. Она же тебе силу не применяла, поэтому не было насиления. Ну, я имею в виду это... Голосом. Да, голосом это что? Это разве насилие? Это так? Поговорили? Поболтали? Она же не орала на тебя. Просто убежала. Ну, как? Все равно... Что он там чувствуется, когда... Или просто так говорит? Если бы ты еще заснял момент, как ты ей рассказываешь, что я надел маску на персону, вот если бы ты еще и вот это заснял... Нет, ты в одной руке телефона... Передожди не перебивай, ну что за привычка, а? Там, конечно, мелькает кадр, когда ты уже на выходе там это показываешь пенсионное, что у тебя на пенсионной маске надето. Видать, еще с того времени, как ты в зале заседания это надел. Но вот если бы ты это прямо именно в зале заседания заснял, да еще и заснял бы, как оно убегает, было бы вообще шикарно. А так, ну, в принципе, интересное видео. Особенно, когда ты там женщине полицейскому пытаешься объяснить, что такое персона, что такое живой мужчина. Нет, до них ничего не доходит, по-моему. Да потому что неправильно поясняешь. Вот там что, вот они тебе говорят, постановление губернатора. Так надо было сразу сказать, так давайте вместе почитаем, что там написано. Распространяется на граждан. А я не гражданин, я мужчина живой. Я похож на гражданина? Нет. Я никогда не был и не являюсь гражданином. А вот эта бумага под названием паспорт и есть гражданин. У этой бумаги есть гражданство. Вот я на нее и одел маску. Логично? Логично. Неоспоримо. Никак. Согласен? Конечно. Ну, вот так и надо было пояснять. А то ты там начал какие-то на бумажке, бумажке. Вот говорят тебе постановления. Так давайте почитаемся. Вспоминайте, что там написано. Все граждане обязаны носить. Так я-то не гражданин. А если вы считаете, что я гражданин, докажите, что я гражданин. Покажите, где, согласно этому закону о гражданстве Российской Федерации? Да. Я проходил процедуру приобретения гражданства? Нет. Ну и все, откуда у меня гражданство? Я вообще в Советском Союзе родился, если на то пошло. Точнее, моя персона. Ну да. А я на земле родился. Откуда у меня гражданство РФ-то появилось? Не было и быть не может. Согласно вашим же законам. А вот у этой бумажки под названием паспорт, что-то там написано, что вроде там как это, паспорт гражданина РФ. Так вот на этого гражданина я и надел маску. Ну, пенсионные у тебя там, какая разница? А у пенсионного, я не знаю, есть, нет гражданства? Нет. Ну, если нет гражданства, тогда и на пенсионные не надо одевать, получается. Надо было сейчас сказать, здесь нет гражданина. Я не гражданин, пенсионное удостоверение не гражданин. А где этот, который существует в виде паспорта, я не знаю, где он? Если я его найду, я ему скажу, чтобы он надел маску. Ну, логично? Ну, да. А когда тебя там начали спрашивать, типа, этот, вы кто, дата, имя, фамилия, надо было так же сделать. Да, все равно опытная. Да, я живой мужчина, хозяин и меня, Антон, ни больше, ни меньше. Все. Ну, тогда бы они, наверное, тебя задержали для установления личности. Наверное. Ну, а вообще, в принципе, по-хорошему, надо было просто им передать вот это, пенсионное, и сказать, вот персона, она в маске. Открыть просто это удостоверение и показать, вот, смотрите, вот это персона. А я учредитель бенитара и данной персоной. Вот это. Вот тут вот стоит роспись и фотография, и вот фотография похожа на мой облик. Это и подтверждает, что я учредитель бенитарии данной персоны. Все. Какие претензии? А вообще, когда возникают у них сомнения, что ты живой мужчина, прям говорим, вот посмотрите на меня. На меня посмотрите. Я похож на физическое лицо? Или я похож на мужчину? Они, естественно, говорят, мужчина. А если говорят физическое лицо, то ты говоришь, нет, я не физическое лицо. Потому что физическое лицо – это передняя, это неудушевленная передняя часть человеческой головы. А у меня-то руки, ноги есть, у меня все части тела есть. Вот, смотрите, все физическое тело, душа есть, разум. Я, я, у меня борода, усы. Я мужчина. По всем признакам. Ну, как можно елку называть там это, кактусом? Ясно? Ну, да. Ну, все, тогда давай. Я все равно не отвергается. А? Сейчас уже доходит плотно. Так плотно. И как с ними общаться, не надо было вообще там. Ну, все равно видно, ошибок-то много. Ну, я говорю, что... Ничего страшного, научишься. Ну, да. Сейчас-то я уже знаю, как с ними общаться. Подал эту бумагу, или вообще ничего не подал. Я дываю, и все, после. Ты вон слышал, они что придумали-то? Я не знаю, правда, нет. Новость проскочила, что собирается отбирать ДНК-материал у всех, кто подозреваемый, под следствием, свидетель там этот, административно задержанный, уголовно задержанный. Короче, со всех подряд будут... Они раньше же, это, дактилоскопировали и фотографировали. Ну. Ну, а сейчас даже, если ты просто подозреваемый или административно аресту подвергнут, то будут ДНК пробы отбирать. Так, как этого избежать? Ну, как, как. Точно так же. Это все касается лиц. У всех лиц, подверженных уголовному или административному задержанию. Даешь им паспорт, говоришь, вот, попробуйте, вот у нее забрать ДНК. Они возьмут, ну, максимум, что там, ДНК, глюкозы. Какого-то дерева, из которого была сделана бумага. И чернил. Ну, у чернил-то нет ДНК. А, ну, хотя, если их произвело животное, то, скорее всего, есть ДНК. Ну, там, каракатица или еще кто-то. А так, у целлюлозы есть ДНК, у бумаги есть ДНК. Пожалуйста, берите. А я-то тут при чем? Я живой мужчина. Видишь, как гайки закручивают вот этим всем лицам. Нет, так я знаю, что крутят. И не злицам, гражданам, персонам, так называемым. И чем быстрее они начнут соображать, что они не физлицы, тем лучше для них. Уже, наверное, скоро будет это... Сейчас они ДНК отбирают, потом они биометрию захотят со всех снимать, потом органы у каждого отбирать для нужд. Не, биометрию, то что, вон в банк приходишь, они уже ее снимают. Не, ну, это они снимают и снимают, но им же еще нужно письменное согласие. А вот согласие, оно чисто добровольное. А тут на законодательном уровне прописывают, что ДНК у всех надо отбирать. В леса пойдем. Куда? В леса. Ничего. Ты думаешь, ты там спасешься, что? Не. Что, не видел? Вон год назад показывали, как только пандемия пришла, когда только начался весь этот коронакризис, какой-то там то ли губернатор, то ли мэр сел на вертолет и поехал вместе с оперативной группой, короче, летали на вертолете вдоль рек, вдоль тайги и искали рыбаков без масок. Представляешь, что вот стоишь ты такой, рыбачишь у речки на 10 километров вокруг никого, прилетает вертолет, садится, выбегает там целая команда, выписывает протокол за то, что ты без маски стоишь, рыбачишь. Ага, и это убегает обратно в вертолет и улетает. Нормально? Ну да, классно. Ты представляешь, целый вертолет вместе с бригадой, вместе с каким-то важным чиновником летал и выявлял вот таких без масочных этих рыбаков. так и вакцинировать будут. Ну, а ты говоришь, в лес уходить. Так там 10 вертолетов прилетят, оцепят все вокруг, принудительно все сделают и влетят. Живите дальше в своем лесу. Чипированные, вакцинированные, в масках. Так что, чем быстрее соображалка включится у народа, тем быстрее это... в салон мы ездим, это будет полезно. И намордники одели это и хрюкают. Зачем ты так и говоришь про других людей? Ну, так не понимаю, говоришь им, что это не хрюкают. Ну, давай, все равно, люди смотрят, поможет кому-то. Ты не ответил, не да, не нет, четко скажи. Да, 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 да. Ну, так и говори, а то нуне и непонятно, что дальше. Доброго. Давай, благодарствую. Давай, благодарствую. Можно ваш документ удостоверяющей личности? Для чего? Возникли сомнения в установлении вашей личности. Ну, какие сомнения? Что вы это являетесь. Да я это... Зачем бы я пришел? Ну, В любом случае. Есть похожие люди, Браза. Похожие на кого? На вас. Ну, да. Таких, по-моему, нет. Вы меня приглашаете? Вы должны уже в зале судебного заседания выходиться, пожалуйста. Камеру отключите, У меня выключено все, нет. Вот отключите и... Я камеру в карману. Я в карману. Проходите. Сохранение прав и свобод. Проходите в зал судебного заседания. Регламент судебного заседания, установленный гражданским процессуровным законодательством. Проходите в зал судебного заседания. Я... Норма в ГПК. Я понимаю. Я вас спрашиваю. Сохранением прав и свобод. У вас никто не кричит свободу? Проходите. Регламент судебного заседания. Регламент судебного заседания. Видеофиксация с разрешением председательствующего судебного заседания. Будет стадия ходатайств, заявите. У вас соответствующее письменное ходатайство подано. Да. Вот маска. Маску санитарную надетьте. Я ее надел на персону. Я живой человек. Надеваем маску. Себя оденьте маску. Я живой пеной. Маску предупреждают. Александр Петрович, если вы сейчас не наденете маску, я маску одел. Пристав вызовет отдел полиции. И что? Вы не соблюдаете требования установленной законодательской губернатором Губернатором Сверхловской области об установлении обязательного масочного режима. Нет, давайте не будем шпорить. вызывать полиции. Нет, я вам скажу по принуждению под вашу ответственность я вам говорю по принуждению под вашу ответственность по принуждению под вашу ответственность то есть между мной и творцом нет посредников. Я ее надел на персону. Мы полностью надеваем на нос. Я обязан? Обязан. А если я тут упаду? Обязан надеть. Кто вам сказал? Ну вот сейчас вы мне будете доказывать. Масочный режим. Ничего доказывать не будет. Вызывайте в полицию. Давайте. Я делаю. Судья убежала. То есть обесчестила суд. Почему судья-то убежала? Вы же не выполняете ее законы. А почему я должен? Я не убедился, что это судья. Она свои полномочия еще не представила. Так, а здесь тоже снимать нельзя? Нет, не надо. Почему? Просто только с разрешения. Здесь все не включены. Что мы делаем? А? Так, недолго ждать? Ну пойдемте на первый этаж. Так, судья-то, почему вы ждали? Ну, я сказал, что вы ждали. Куда, куда вы хотите? Я спросить, почему вы убежали-то от меня? Ну, не убежали, а вы не выполняете требования. Какие? У нас есть соответствующие предусмотренные законы нормы. Вы без маски, вы в здании суда находитесь без маски. Это правонарушение. Подождите. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Вы являетесь судьей? То есть, мной не были удостоверены, что это именно судья. Пойдемте. Так, мне надо отдать ей кадатайство тогда. Какие кадатайства? Которые были заявлены в канцелярию, чтобы она это знала. Так. Пойдемте на первый этаж. Нет, давайте сейчас я отдам. Нет, сейчас вы не отдадите. Почему? Потому что они на штырке длины, если я вас. Да? Да. Я же написал жалобу на эту судью. Не так же просто. Это же у вас право. Конечно. Потому что я живой. Секундочку, подождите. Что делаешь? А живых судить не имеют права. Сейчас на вас будет составляться протокол. На основании? На основании того, что вы отказались выполнять загонового требования судебного пристава о том, чтобы надеть... Кого? На основании чего? На основании того, что вы... На основании чего? Одеть маску на основании... На основании указа губернатора. Смотрите. Нет, давайте я вам покажу. Вас этот я читал. Это вам для сведения. Я просто покажу сейчас. На основании. Я понял, про что вы хотите сказать. Указы губернатора Свердловской области в связи с угрозами распространения территории Территориальной области. Я понял, про что вы хотите сказать. Вот давайте. Указ губернатора у вас, да? Это выписка из приказа. Нет. Указ губернатора, да? Во исполнении данного приказа, указа, создан был приказ за подписью председателя суда. Включайте подпись. Кого? Председатель суда. Да, да, да. А я не спорю. А с 18 мая пишет. Вот давайте мои документики посмотрим. Так. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных детствий. Так. Читаем. В соответствии с письмом аппарата правительства Российской Федерации... Видите маску, пожалуйста. Сейчас, подождите, я вам прочитаю, а то вы плохо будете слышать. По результатам рассмотрения сообщается, что режим повышенной готовности в 2020 году правительством Российской Федерации не вводился. Это понятно? Ну и... Ну... А это как относится, так-то, к мерам по недопущению... Вот давайте дальше. Вот смотрите, видите, подпись. Документ подписан элекционной подписью. То есть мануила. Вы не подменяете понятие. Я понятие... Это вы подменяете. Это чрезвычайная ситуация. Так. Это Роспотребнадзор отвечает. Кто? Правительством Российской Федерации, либо Президентом Российской Федерации. Режим чрезвычайной ситуации в целом по Российской Федерации не вводился. Это понятно? Режим чрезвычайной ситуации. Так. Ответ ФСБ. Обращайтесь к председателю районного суда. Вы видите, что три государственных... Приказ председателя районного суда. Я понимаю, он для вас, он не для меня. Вы понимаете это? Я вам еще раз объясню, если вас не устраивает что-то при пропускном режиме или не устраивает права... Я согласен. Приказ пишет... Вы имеете право обратиться к председателю. Председатель суда пишет для вас, но не для меня. Не для простых граждан. Вы для простых граждан не можете писать. Вы посетитель здания. Есть 21 статья Конституции. Так у вас посетителя есть свои обязанности здания. Давайте. Приказмите. Не-не-не. Маски я не буду задевать. Вот смотрите, есть 21 статья Конституции. Будем составлять на вас протокол. У вас есть полномочия? По статье 17. Полномочия есть у вас? Есть полномочия. Да? Да. В том числе, это такое состояние региона. Предвидите. Вот как раз и сделано. Вот и полиция прибыл. Граждане отказывают задевать маску. Близко не надо. Зарвал с надежной на свидание. Да я не срывал ничего. Судья убежал от меня. Что вы надеваете маску? Мустафин Ренат Рейх. Ренатович. Ренатович. До какого? До 1 декабря. Ага. До 1 июня. 20 лет. 20 лет. Вот. Да, да, да. Вон. Ну, я звоню уже. Все. Я не сорвал. Я вам еще раз говорю. Судья убежала. Вот свидетель. Но вы маску не одеваете. Вы не одеваете маску. Вы подвергаетесь ее. Вот смотрите. Вы маски одели. Вы защитились? Защитились. Защитились. По крайней мере. Вы у меня... Подождите. Телеметрию смерили? Изначально, когда он зашел в заднюю судану, он одел маску. Поднялся на саду. Там снял маску. Судебное заседание. Да не было никакого заднего заседания. Он снял маску там. Маску я одел. Вот давайте. Что вы сейчас уже оденете? Нет. Про что вы хотите поговорить-то? И с кем? Самое-то главное. С кем? Мне же... Я вам представился. Вы представили. Вы ваша фамилия не очень-то знаем. Вы понимаете? Да ради бога. Что? Я же не скрываю его. Маску одевать. Отсказывайте. Реально. Давайте, уважаемые господа. Давайте, вот подойдите сюда. Нате, ознакомьтесь. Нет, спасибо. Не надо. Ну, ознакомьтесь. То есть вы меня заставляете одеть маску. Ознакомьтесь. А зачем мне это? Есть. Ну, так вы, ознакомьтесь. Судателям, что да, вам еще раз объяснили. Я вам тоже объяснил. Вы можете обратиться к свидетелям, что да, записаться на прием. Объясним. Ознакомьтесь, пожалуйста. Нет, спасибо. Мне не надо. Почему? Так вы нарушаете права? Мы выполняем. Я не нарушаю ваши права. Как это? Да вы... Я действую согласно указу губернатора Тарвовской области. Номер 100. Это тоже согласно указу. 18.03.2020 года. Вот это тоже согласно указу. Это не указа. Это у вас тут уже свой набор. Какой набор? Это свой набор статей. Ну, как это? КААП 26.3. КААП пункт 2. Статья 26.7. Какой набор? Это все из кодекса об административе, право нарушения. Согласно правилам внутреннего распорядка, то есть, посещение, куда мы будем обработать. Кого? Обработать руки антицептиком. Надеть маску. Надеться титана, прочитайте, что там есть. Где? В Сургуте там, по-моему, маски с диоксидом титана. Так, ну что, что мы делаем? Давайте, наши действия. Сейчас выбираешь? Наши действия, давайте. Ваши действия, заходите для составления протокола. Чего? Для составления протокола. Кто будет составлять? Сейчас. Вам все так. Угу. Видеосъемка в здании. Да нет, все выключено, видите ведь, что вы? Пойдем еще разомать. Как Ваш памилии? У меня? Я живой человек, у меня нет памилии. В смысле нет памилии? Ну вот так. Это с Вас объяснение по данному? Какое? Почему Вы не надели маску? А я должен ее надевать? Ну объясните, на основании чего Вы не надевали. Я Вам и сказал. Так Вы объясните это. Ну так я и говорю, я живой мужчина. Хозяин имени Александр. Акула. Но фамилия-то есть у Вас? Фамилии у меня нет. Фамилии рода-то нету, безуродные что ли? Почему? Ну потому что, потому что я живой мужчина. Но у Вас у рода-то нету, ни рода, ни племени что ли? А вот об этом надо говорить отдельно. Вот я и говорю, фамилия, дорога какая? А как это Вы живые люди? Докажите мне. Как Вас зовут? Представьтесь, в первую очередь. Согласно третьему ФКЗ. Закона полиции. Каждого человека есть по-видимому. Я очень рад за Вас. Так, 2 апреля, 25-м. Можкина. Татьяна, да? Ага. Владиславовна. Не понял, ДПС, да? Нет, ППС. Почему ДПС? Там, по-моему, ДПС. А, ДПС, ППС. Я могу еще раз показать? Нет, ну... Что ППС стоит. У Вас, во-первых, не должно тут лишних предметов быть. Это мой жетон. Я не понимаю. Но это не лишний предмет. Это жетон, он не в удостоверение должен лежать. А где он должен быть? Ну, я не знаю. Вы будете представляться? Я Вам представился. Я живой мужчина. Хозяин имени Александрович. А фамилия-то есть у Вас, Александр? Отчество? Ну, фамилия есть. Но не у меня. У моей персоны. Но у Вашей персоны есть фамилия? Есть. Какая она? А Вам это для чего? Объяснение взять у Вас. По данному факту. Почему Вы откажетесь, задевать маску? Вот есть персона. Вот возьмите у нее объяснение. Вот персона. Вы у нее возьмите объяснение. Я дам, мне Ваши запишу. Объяснение-то я с Вас должен? Нет. Я не даю объяснение за персону. Вы отказываетесь? Я Вам говорю, за персону я объяснение не даю. Я Вам сказал, я живой мужчина, хозяин имени Александр. Ну? Все. А фамилия? У меня нет фамилии. Фамилия вот у персоны. Вы это понимаете? Нет, не понимаю. Ну, как я Вам тогда могу объяснить? Давайте. Я живой мужчина, хозяин имени Александр. Человек Александр Григорьевич Акулов. Учредитель и бенефициарий персоны Акулов Александр Григорьевич. Сейчас понятно? Сейчас понятно. Все. А дата рождения у Вас? У меня нет даты рождения. У меня нет. У меня есть день рождения. Александр так хочет что-то? Григорьевич? У персоны какая хочет? У персоны? Григорьевич. Ну, Вы у нее и спросите. А у персоны день рождения когда? Да нету. Не знаю я у нее день рождения. Почему? Потому что нету. А у Вас есть день рождения? У меня есть день рождения. И когда оно у Вас будет? Да, что у Вас будет? День десятый. Месяц декабрь. Год? 1957 год. А где Вы живете? Ой. Как с Вами трудно. Задавайте правильные вопросы. Или я Вам даю персону и спрашивайте у нее. Давайте у персоны. Ну, персону я Вам не дам в руки, потому что это моя персона. Ну, так Вы мне скажите адрес, где Вы живете. Или персона Ваша живет? Кто у Вас здесь живет? Ну, вот Вы как думаете? Я не знаю, как думать. Обычно люди нормально отвечают. Ну, я нормально отвечаю. Но Вы живой человек? Я живой, да. Как Вы там думаете? Адрес-то есть у Вас, где Вы живете? Живу. Ну, где? Улица 3-я, Песняная, дом 6. Свой дом? Да. А телефон есть у Вас? Телефон? Конечно, в руках вот держу. Номер назовите, пожалуйста. 8-922-106-77-28. Так, что? Где протокольчик? Вы сюда зачем пришли-то? Я пришел по делу. В качестве ищца. По делу. По гражданскому. Что Вы пишете? Ваши слова? Нет. В качестве представителя. Да я еще не дошла до этого. В качестве представителя. ящика истца. На входе Вы одели, получается, маску, когда Вы заходили? Нет. Вас без маски пропустили? Да. Вы одевали маску на входе? Ну, вот видите, вот эта маска, это шарфик. А маска вот. Маску я одел на персону. На какую персону? На какую персону? Вот на эту персону. Вы понимаете? Ага. Попросили одеть на персону маску? Вот она маска. Я ее одел на персону. Это понятно? А на свое лицо почему я должен? Живой человек не должен ничего одевать на свое лицо. Вы это понимаете? Нет. Нет? Давайте. Все живые люди одевают маску. Где? Не знаю. В общественных местах. Не знаю. А в указе губернатора слышали от Вас? Да, указ губернатора у нас. Он не это. Покажите мне его с подписью. Вы можете посмотреть. Да мне не надо его смотреть. Вы мне его покажите. Я вам ничего не обязан показывать. Вы не считаете нужным одевать маску, да? По указу губернатора? Ну, потому что он это нелегитимен, этот указ. У вас нет его. В наличии есть? Подписанный. Мокрое печатью заверено. Все в свободном доступе. В интернете можете посмотреть. Мне не надо в интернете. Вы мне здесь показываете. Вы вам тоже ничего не обязаны представлять. Ну, а как? Вы же с меня требуете маску. И доставьте документ. Он сказал, документ свободном доступе. Вот смотрите. Вот смотрите. Вот сейчас вас начнут убивать, допустим, да? А вот человек, опять же, он будет подтвердить закон, по которому нельзя убивать. Да? Убивать меня никто не будет. Вот смотрите. Так вы сейчас ахинею предлагаете. Какую ахинею? А что вы? Вы ответите. Меня незаконно ограничивают в конституционных правах. Пункт 1, статья 27. Пункт 3, статья 55. Откройте это из конституции. Я ведь ничего не придумываю. Кто, что не научает скидить права? Ну, как? Сейчас хотел выйти, вы меня не опускаете. Так. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица. Вы являетесь должностными лицами? Пожалуйста. Читайте, тут ведь ничего не написано такого противозаконного. А кто мои люди с улицы пришли, что-то просто так, где стоят? Не, а я что, тоже просто так эту бумажку с тобой носил? Нет, вы на работе? Я на работе. Ну вот. Или на службе? Так на работе или на службе? Они на работе находятся. Так вы определитесь, или вы на работе или на службе? Ну, так вот. Значит, вы работаете. Написано что-нибудь противозаконное? Нет. Вы по этому поводу заявление будете писать? Обязательно. Приедем с нами до отдела полиции номер 23. Подпишите. Я ничего не буду подписывать. Почему? Вы же меня... Вы будете писать заявление... А почему я в 23-е отделение полиции... Я вас спросил, вы будете писать заявление? На кого? На судью, да, буду в ККС писать. Я вам говорю, проедем до отдела полиции номер 23. А зачем я к вам поеду в отделки? Ну, вы определитесь. Можете здесь написать. Какое? Да я дома напишу на судью. А может, да. Ну вот. Будете подписывать? Я нет. Почему? На этом ничего не буду подписывать. А почему не будете-то? Значит, вы понимаете, что нарушаете мои права? Нет. Потому что заявление регистрироваться в отделе... В отделе 23. Давайте. Я вам отдам. На этом нет полномочий. Понимаете? До регистрации. Я понимаю. До регистрации. До регистрации. Почему вы без маски находитесь? В средстве индивидуальной защиты без маски. Потому что я еще вот девушке объяснял, потому что я живой. И меня никто не имеет права ограничивать моих правах. Почитайте, пожалуйста, Конституцию. Особенно статью 21. Вы сейчас нарушаете статью 20.6.1. Так, и права я нарушил. Кто это, потерпевший? Покажите заявление. Вы же говорите, что я нарушил статью 20.6.1. Согласно указу губернатора, вы должны все одевать маску общественных местах. Какой указ губернатора? Номер 100. Вы уверены? Да. Вот у вас есть этот указ? Номер 100-18. Я знаю. У вас есть этот указ? Редакция 18.05.2020. Среди угрозы распространения на территории Сокровской области новой коронавирусной инфекции. Теперь вот прочитайте указ президента. Он определил территорию. Губернатор. Покажите. Где эта территория? Если вы не согласны, вы можете обжаловать все действия. Мне что обжаловать? Вот читайте указы президента. Я говорю вам, если вы не согласны. Мы согласны указы губернатора. А кто вышел? Это президент или губернатор? Через голову губернатора открылись какие-нибудь. То есть? Все должно быть. Вертикаль власти не дарится. Вы понимаете, с чем вы говорите-то? Понимаю. Вот указ президента, он что? Губернатор? Губернатор в соответствии действия с указами президента. Вот и читайте. Зачем мне это читать? Если он выполняет такой же его приказ. Да не такой же. Вы неправильно трактуете. Да неправильно вы трактуете. Мы не обязаны трактовать. Мы обязаны выполнять его буквально. Вот и выполняйте. Зачем? Ну тут же написано. Практованием занимается конституция. Губернатор должен определить территорию. Я не конституционный суд. Мы не имеем права прочитать. Вот смотрите. Законы читают, понимаются ровно так же, как и читаются. Вот написано как по-русски, да? То есть губернатор должен определить территории, ограничить их. Это понятно или нет? Или непонятно? Ну посчитайте, это указ губернатора. Познакомьтесь. Ну вот смотрите. Есть иерархия законов, да? Есть конституция. Есть федеральные законы. Есть федеральные конституционные, федеральные законы. Молодец. Потом указ президента. Указ президента. Потом правительство. И там внизу где-то будет указ губернатора. Так какие указы-то в первую очередь исполняются? То есть если указ губернатора противоречит указу президента, значит он нелегитимен. Вы это понимаете? В чем, конкретно в чем он противоречит? По каким пунктам? Он территорию определил, на которой введен режим повышенной готовности. А это у вас в область? Вы, я вообще все прекрасно. У вас сейчас есть кому-нибудь претензии вообще? Вот сейчас. Все, мы выходим, да? Все, выходим. Ну, в любом случае для вас ликбез это бесполезно, по-моему, проводить. Так. Для сведения просто вот предупреждаю. Потому что я являюсь истцом. Вот все ваши противоправные действия будут, ну, будет дана правовая оценка. Вам еще никто, никакие пожилоправные действия... Вот, вы там составляли, что-то писали, объяснение брали? Объяснение мы еще полностью не взяли. Ну вот. Не, я вас просто предупредил. На улицу выйдем? У вас есть с собой документы, вы творящие паспорт, права, пропор, полис? Ну, я же в суд как-то закидел, как вы думаете? Ну, я вас прошу. Ну, я вам и говорю. У кого? У вас. У меня, как у живого человека, у мужчины, да? Хозяина имени Александра. У него нету документов, они ему вообще по факту не нужны. На данный момент вас спрашиваю, есть документы? Чтобы я мог удостовериться, то, что это вы... Я вот показывал, где это. Не, покажите, пожалуйста. Что это именно я? Да? Да, да, да. Александр Геннадьевич, сейчас у вас объяснение возьмем, по факту вызова. Я вас не вызывал. Не вы вызывали? На вас вызвали по поводу маски. Я ее обязан носить. Я вам сейчас только лекцию провел. Я понимаю вас. Надо нам объяснение взять. Я не даю объяснение. Почему? Ну, я вам... Я же вам говорил. Ну, а как вы с вашей персоной это думаете? Вот, с персоной поговорите. Ну, не можем с персоной поговорить. Ну, а я не хочу давать. Она меня вообще не волнует. Почему тут какой-то цирк вообще развозит? Да это не я цирк развожу, а судья. Так называемая судья. А что вы так снили? А? Что вы так снили? А как? Инфекция у вас. Вы же сами... У меня нету конфликта с ней. У меня нету с ней конфликта. В общественное место. Магазин ходит и как? Без маски? Без маски. И вам без маски трудно. Да, да. Да не может быть такого. Потому что... Ну, я вам говорю... Ну, это штраф. Тем более сейчас еще вышел... Кто сказал? Тем более сейчас еще вышел новый указ. Вот смотрите. Они имеют право полностью не продавать. Я сделал запрос. То есть судья сразу. Она поняла, что человек пришел непростой. Запрос. То есть, чтобы вы понимали, да, я прочитаю несколько пунктов. Документ, подтверждающий факт рождения, свидетельство о рождении, номер, дата, рождение и дача, выдача документа. Кем выдан, когда документ, подтверждающий личность... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok